Музыка 7 минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте. Чистота – главный приоритет в работе. Сегодня в Левобережной администрации Владикавказа состоялся расширенный штаб ЖКХ. На штаб были приглашены руководители управляющих компаний района, административно-техническая инспекция города, сотрудники комитета ЖКХ Владикавказа. Главная тема обсуждения – поддержание санитарного состояния района, в основном дворов многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий. Руководитель района Магомед Дударов еще раз призвал всех собравшихся работать над чистотой округа. Только совместные усилия и взаимодействия с населением могут привести к положительному результату. У нас одна задача. Это самая первая очередь – это санитарное состояние нашего города. Я уже не говорю, там правый, левый берег, город у нас один. И задача номер один – это санитарное состояние. Как бы мы ни старались, без вашей помощи, без вашей помощи, мы, я вам откровенно говорю, мы никуда не денемся. Город не наведет порядок. Я понимаю, много есть нюансов, много есть минусов во всех таких вот законодательствах, еще не в полной мере как бы в этом направлении еще работает, скажем. Но мы люди, мы все живем в этом городе. И как бы трудно ни было, мы должны совместно с вами в меру своих сил, возможностей, ну, скажем так, чтобы навести порядок или в санитарном плане. В осенний период к бытовому мусору прибавляется большое количество опавшей листвы, поэтому контейнерные площадки зачастую бывают завалены ею. Как объяснил заместитель руководителя АТИ Владикавказа Георгий Дзеранов, опавшую листву на контейнерные площадки складывать нельзя. За это предусмотрен штраф как для физических, так и для юридических лиц. При выявлении подобных фактов сотрудники АТИ будут применять соответствующие меры. Закон есть, он действует, он никуда не делся. То есть, вот как было озвучено, листву, тем более ни в мешках, ни собранную, на контейнерную площадку сметчик, кто убирает у вас, не имеет права просто выкладывать. За это положен штраф. Конечно, штраф не будет в отношении вот этой наемной работницы, это будет в отношении управляющей компании однозначно. Эти все моменты мы знаем. Также многими управляющими компаниями по некоторым домам не заключены договора по вывозу мусора, вследствие чего, вот по Гукаева, допустим, это, по-моему, 10 может, может ниже вот там, вот где-то скверик там, например, скапливается очень ежедневно большое количество бытового мусора. Хотя там в одном доме контейнер есть, но другой дом контейнеров нет, потому что просто нет договора на вывоз мусора. И город просто-напросто вывозит каждый день бесплатно чей-то мусор. Что же касается крупногабаритного мусора, то с территории северо-западного и затеричного районов в МУП «Спецэкосервис» такой мусор вывозят бесплатно. Главное самостоятельно спустить его с этажа. Это положение не касается мусоростроительного. В ходе работы штаба поднимались и вопросы благоустройства дворов. Как пояснил Магомед Дударов, в программу по благоустройству на 2017 год включены несколько десятков дворов района. Городские власти стараются по мере возможности бюджета приводить в порядок дворы и придомовые территории. В свою очередь ждут обратной связи с жителями, которые на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Горожане крайне неохотно выходят на субботники во дворах. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в октябре 2005 года, каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к прискорбному факту. Во всем в мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибают более трех тысяч человек и около ста тысяч получают травмы различной степени тяжести. В Республиканском дворце творчества собрались сотни юношей и девушек, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий. Собравшимся провели крэш-курс с показом документального фильма, произошедших в нынешнем году на территории Республики автоавариях. Скорбной чередой сменялись на экране шокирующие кадры смес страшных трагедий, причиной которых чаще всего выступал человеческий фактор. Только у нас в Республике с начала года произошло 625 ДТП, в которых 101 человек погиб, и 925 человек получили ранения различной степени тяжести. Главная цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных аварий заключается в том, чтобы почтить память погибших, выразить соболезнования их близким, чтобы еще раз призвать всех участников дорожного движения к безопасному поведению на дорогах. В конце мероприятия все участники вышли на оживленную улицу и выстроились вдоль дороги со свечами и плакатами, призывающими всех участников дорожного движения не к войне на дорогах, а к взаимопониманию и уважению, не к спешке и бессмысленному риску, а к бережному отношению к своей жизни и жизни других людей. Под песню на слова Коста Хитагурова «Додоль» в исполнении Кима Суанова дети запустили в небо шары. Накануне вечером активисты района, в народе прозванного «Осетинской слободкой», провели акцию, направленную на выявление и пресечение фактов продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Организаторами мероприятия стали депутат парламента Северной Осетии Суслан Козаев и депутат собрания представителей города Владикавказа Казбек Джибилов. Совместно с активом района законодатели прошли по магазинам, расположенные на улице Кутузова. Здесь традиционно много детей. В районе расположена школа и несколько детских садов. Участники призывали предпринимателей не гнаться за длинным рублем, подумать о будущем подрастающего поколения. Сегодня собралась молодежь нашего района, молодежь, которому не безразлично судьба подрастающего поколения, которые в первую очередь думают о нашей молодежи, о наших младших. И поэтому мы сегодня поговорили с нашими предпринимателями, хозяевами магазинов и попросили их не гнаться за большими деньгами, а в первую очередь подумать о нашем младшем поколении. И попросили, чтобы убрали с витрин, перестали продавать такие, как энергетические напитки, как Ягуар, Страйк. Сегодня также присутствует с нами депутат парламента Сослан Козаев, который также поддержал нас и от лица всего депутатского корпуса города Владикавказа, от республиканского парламента. Мы просим всех предпринимателей, чтобы задумались о будущем нашей республике, о будущем нашего города и перестали продавать эти энергетические напитки. Наши 7 минуты стекли. Смотрите нас завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин